Взлётные полосы праздника для выпускников школ в центре Ульяновска, возможно, в этом году уже не будет. Торжества состоятся в Волгоспорт-арене. О том, что традиционное место могут поменять, стало известно в начале апреля. Оставим вопрос, чем своды спортсооружения лучше открытого неба. Разберём самый животрепещущий – безопасность. Трагедия «Зимней вишни» отныне рефреном звучит при любом упоминании крупного закрытого объекта и большого скопления детей. На сегодняшний день проверены все объекты массового пребывания. Людей в Засаяшском районе города Ульяновска, их около 60. Абсолютно по всем объектам, практически по всем выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Этот ответ мы получили после многочисленных проверок различных сооружений, в том числе и спортивных, инициированных районной прокуратурой. В списке нарушителей попало и ВСА. Ещё на этапе строительства к нему предъявлялись претензии. Например, чрезвычайно узкие проходы для зрителей. После ревизии надзорных органов при участии инспекторов МЧС выяснилось следующее. Запоры на дверях эвакуационных выходов с первого этажа, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивали возможность свободного открывания изнутри без ключа. Фактически, двери эвакуационных выходов были закрыты на замок. Одна дверь эвакуационного выхода была закрыта на магнитный замок. В тренажёрном и разминочном залах блока 1, расположенного на первом этаже, не смонтирована автоматическая система пожаротушения. Проверка показала, на втором этаже строители устроили склад. В случае пожара выбраться из горящего здания будет непросто. То же самое и на этаже ниже. Проход загромождает мебель и спорт-инвентарь из горючих материалов. Устройство для самозакрывания противопожарной двери венткамеры вообще находится в неисправном состоянии. Есть хорошая цифра 7. И в этом году это седьмой раз. Это счастливая цифра. Есть хорошее поверье, если дождь в дорогу и при важных делах, это хороший знак. Поэтому я уверена, что семёрка и дождь будет счастливым знаком для наших выпускников на нашей взлётной полосе. Эти кадры взлётной полосы 2017-го. В очередной раз в разгар праздника площадь заливает дождём. Однако молодёжи он никак не мешает. Некоторые школьники, может, и уходят из-за непогоды, но атмосфера радости никуда не исчезает. Очень рад. В принципе, всё, ЕГЭ позади. Всё, уже отдых, свобода. Уже только до поступления в институт можно отдыхать. Честно скажу, сегодня ребята очень позитивно. Их энергия разгоняла эти капли дождя. Поэтому реально было весело. Именно непогода является причиной для переноса взлётной полосы, сообщает региональное министерство образования. Вкрытых площадок, которые могли бы принять огромное количество людей, в городе не так много. В итоге пока что остановились на спорткомплексе. В эти дни формируется оргкомитет по проведению этого мероприятия в конце июня. И в этот оргкомитет, конечно, будет на межведомственной основе. Сюда войдут и представители органов власти, Министерство автокультуры, здравоохранения, поскольку там тоже есть вопросы обеспечения, сопровождения. И также представители МЧС и других органов, которые будут обеспечивать безопасность, в том числе и транспортную. Утверждать, что взлётная полоса 2018 состоится именно в ССА, в Минобрине берутся. Окончательного решения нет, но есть информация, что некоторые школы уже озвучили эту новость. На следующей неделе вопросы безопасности и логистики выпускного собирается рассмотреть оргкомитет. И, видимо, только там ответственные лица озвучат результаты. Всё ли исправлено руководством Ледового дворца. В МЧС об обнаруженных в ходе апрельских проверок нарушениях говорить отказались. Утверждая, что раз процесс инициирован прокуратурой, то и говорить должны сотрудники надзорного ведомства. Прокуроры считают, что за комментариями следует обращаться к судебным приставам, следящим за исполнением предписаний на устранение нарушений. А приставы пока что ответить не готовы. Таким образом, информация остаётся недоступной. Мы считаем, что в настоящий момент времени такое решение о проведении этого праздника в Волгоспорт-арене можно принимать, если, конечно, будут выполнены все требования безопасности. Причём мы, как члены общественной палаты, хотели бы, чтобы выполнение этих требований стало для всех родителей, прежде всего, общедоступной открытой информацией. Успеет ли всё решить в срок, если окажется, что нарушения ещё устраняют и что теперь будет с любимой традиционной частью Ульяновского выпускного – салютом. В Министерстве образования не исключают, что у Ледового дворца будет и открытая площадка, конечно, огороженная для посторонних. Так что привычные торжественные залпы бывшим школьникам, выходящим во взрослую жизнь, обеспечены. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.